Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Состоялись первые матчи Кубка России, полуфинальные встречи. Состоялся 22-й тур и было очень и очень много интересного. Ну а впереди, впереди нас ждет Лига Чемпионов, Лига Европы. И пускай наша команда уже больше не принимает участие в этом турнире, тем не менее, команды, которые подобрались на стадии четвертьфиналов, достойные того, чтобы мы с удовольствием посмотрели их футбол. В ближайшие 45 минут обсуждаем все прошедшие и будущие события вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Константином Щербиненко, Евгением Воронином, Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Давайте начнем, как всегда, по хронологии событий. У нас состоялись матчи 1-2 финала. Некоторые болельщики клубов, которые играют в полуфинале, у нас здесь присутствуют. И я уверен, что мы услышим от них настоящее такое мнение болельщика о том, насколько команда готова стать обладателем Кубка России. Ну а для начала давайте вспомним результаты первых матчей 1-2 финала Кубка России. Локомотив дома сыграл в ничью с Ростовом 2-2, и Урал Арсенал, Урал дома у себя в Екатеринбурге обыграл 1-0 тульскую команду. Константин, могло быть совсем по-другому, если бы не на последних минутах Локомотив у себя дома все-таки смог сравнять счет, да, и, в принципе, победа, да, победа, любая победа обеспечит Локомотиву выход в финал. Да. Чего ждать нам от Локомотива? Ну, не любая ничья обеспечит выход в финал. 3-3 обеспечит. Спасибо, ну 3-3, да. Опять же, в Ростове уже будет там хорошая погода. Что не хватило? Что не хватило? Значит, сразу, пользуясь случаем, хочу сказать, что я был на этой встрече, смотрел все вживую, и ВАР впервые была, система применена в двух этих полуфинальных встречах, в том числе и в нашей игре, Юрий Павлович Семин, как главный тренер Локомотива, всегда был за эту идею, но, к сожалению, первое принятое решение было не в пользу Локомотива. Но стоит отдать должное команде Ростова, этот должочек к нам вернулся в виде автогола, да, Ивана Новосельцева. В итоге счет, в принципе, можно сказать по игре. Локомотив смотрелся хорошо, мне впечатлило, что за 20 минут до начала встречи были полупустые трибуны, и как только раздался стартовый свисток, трибуны были заполнены даже где-то, на мой взгляд, ну, именно вот фанатский сектор, примерно, как вот на последнем матче с «Зенитом». На последнем матче... Да, да, были пустые. В конечном итоге, всех тех, кто пришел, всем игра, в принципе, понравилась. Не хватило, наверное, может быть, реализации моментов, потому что у Локомотива они были. Ну, и стоит отдать должное, что Ростов тоже команда, которая после, вот именно, опять же, почему-то я вспоминаю зимнюю паузу. Ну, Ростов, если сейчас посмотреть в турнирную таблицу, вот только, наверное, в последнем туре, да, оступился. Да, немножко оступился, да. А так команда смотрится очень достойно, и, честно говоря, Олег, нельзя назвать Локомотив в ответной встрече фаворитом в матче за выход в финал Кубка. Ну, время еще есть подготовиться у всех команд, потому что ответные матчи будут 15 мая, 15 мая, да. Жень, за кого ты в противостоянии Локомотив-Ростов-Урал-Арсенал, ну, так, скажем, прибаливаешь? Прибаливаю, наверное, скорее всего, за Арсенал. Вот так вот. Да, как ни странно это звучит, да, за Арсенал я вот немножко бы повалел бы. Сергей, я за Урал, там Паша погребник, да? Нет, не дай бог. Нет, там Пуняков играет, наш игрок, тоже бывший форвард, у него такая судьба интересная, тоже он такой перспективный был нападающий, потом за границей поиграл, потом вот его почему-то опять вернулся в Динамо, его забрал в Зенит, потом из Зенита он опять за границу, потом пошел по клубам и оказался в итоге в Урале. Потом пошел по рукам. По рукам, можно сказать, да. Но парень очень интересный, перспективный нападающий, очень такой настырный, нацеленный на ворота. Ну, дай бог, чтобы у него все было хорошо, вот я за него болею, поэтому вот Урал, скорее всего. Так, вы мне, господа, ничего не оставляете, кроме как того, чтобы болеть за Ростов. А, Арсенал тоже? Арсенал, да, тут Арсенал, тут у нас, естественно, Локомотив-Урал. На прошлой передаче вроде как Ростов-Урал. Ты опять меня раскрыл, что называется, все явки и пароли. Я действительно буду немножко переживать за Ростов, чуть больше, чем за остальные команды. Ну, и мне действительно хочется, чтобы Ростов сыграл в Лиге Европы, потому что, ну, до Лиги Чемпионов навряд ли он успеет добраться по ходу этого сезона. Ну, а в Лиге Европы, мне кажется, эта команда вполне амбициозная, да, может выступить успешно. С амбициозным тренером. Да, согласен. Ну, что ж, мы переходим к Чемпионату России. 22-й тур. Ох, сколько же было, сколько искр летело в этих матчах. Результаты были неожиданные, были вполне ожидаемые. Ну, и, конечно же, чуть позже обсуждаем. Главное дерби всей Аруси. Спартак-ЦСКА. Ну, а пока узнаем результаты всех восьми матчей. Итак, внимание. Ахмат, 1-3. Локомотив. Зенит. Два лидера. Чемпион сошелся с Зенитом по моим, так сказать... Будущим. Будущим чемпионом, по моим предсказаниям. Рубин Арсенал. Выясняли, кто из них будет седьмой-восьмой. Урал. Енисей. К сожалению, для Сергея, для болельщиков Динамо. Урал победил, набрал очки и отправил Динамо на стыковые матчи. Ну, естественно, на 22-й тур. Уфа. Ростов 1-0. Уфа преподносит сюрпризы из ЦСКА. А теперь с Ростовом. Спартак ЦСКА. Как я уже сказал, главный дерби стороны 0-2. Краснодар. Крылья Советов. Наверное, самый открытый, самый такой матч, который больше всего нравится болельщикам. Ну, и Анжи Динамо. Анжи Динамо. Динамо, сравняв счет, да, в общем-то, смогла увезти очки с Махачкалы. Анжи смогли. Калы. Ну, Анжи Динамо дели. Анжи Динамо рекорд поставила. Рекорд какой? Не только Динамо, но я расскажу. Хорошо. Договорились. Ну, сегодня уже вошло в традицию начинать с Локомотива, Кубок России. Ну, и Чемпионат России. Все-таки Локомотив у нас действующий чемпион. Поэтому мы начинаем именно с матча. Локомотив-Зенит. Давайте посмотрим результат. Действительно, Локомотив-Зенит 1-1. Я понял, вы оставили на вишенку. Зенит забил, ну, вполне игровой, да, мяч. Локомотив забил, да, Локомотив забил с рикошета. И тем не менее, я вот честно хотел сказать всем вам, что ставьте на Локомотив-Зенит на ничью любые деньги и не прогадайте. Очень много, кто предсказывал именно ничью в этой встрече. И, в принципе, наверное, она по турнирной таблице смотрелась как бы закономерной, что ли. Потому что команда, в принципе, имеет там одинаковое количество ничейных результатов. По статистике очень даже неплохо идет. Зенит, откровенно говоря, удивил тем, что их защитник, новичок команды, Ракицкий, просто-напросто реально мастер в штрафных ударах. Это уже его второй гол в чемпионате России. И очень плохо, что он забил именно Локомотива. Но гол стоит отдать должное. Получился красивый. Красивый, да, действительно. Но единственное, что меня не покидало, когда я смотрел этот матч, мысль, что, ну, можете вы и не согласитесь, что скучный матч. Не было в этом... Согласен. В этом матче. Согласен. Вообще не было. Первый тайм мне не понравился. Во-первых, это было и Блекло. По Локомотиву было заметно, что, наверное, кубковая игра немножко силы-то пота съела. А второй тайм получился, скажем так, заряды пошли вот с одной стороны, с другой стороны, очень такие громкие, слышные. И можно сказать, что Локомотив не бросил игру, верим в команду, вот это вот понеслась история. И примерно через 2-3 минуты рикошет. Верим в команду, мне кажется, это армейская кричалка. Или у Локомотива, или у всех это есть. У всех. У всех, да? Мы приехали. Мы приехали, чтобы побеждать. Победить, да. И победить, да. Да, да. Это, Олег, у всех разная немножко интерпретация. Со словами играют разные клубы, но смысл один и тот же. Кто не знает бомбу атомную и водородную, вот в этом болельщике ЦСКА. Это вы обсудите еще. Гинер все купил. Гинер все купил. В 70-е эта бомба была и у ЦСКА, и у Динамо была. Что я-то помню. Я, в общем, Олег, сразу же после игры в одном из форумов высказался, и очень много я собрал, скажем так, именно поддержки со стороны болельщиков. Там было обсуждение в плане, да, в плане вот как бы этих сердечков, лайков. В общем, кто лучший игрок встречи. Там Локомотив высказался по поводу ведра на Чёрлоке, на что я не согласился категорически. Я написал, что нет Чёрлока. Какой бы ни было там живот рука, я считаю, что это ошибка, и эту ошибку заметил главный рефери, и в итоге эта ошибка привела к взятию в ворот. Смолов вышел... Нет, давай согласимся, что рука там все-таки не было игры рукой. На что судья повелся в этом плане, да, что пас шел вперед к воротам, и не отреагировать, да, на попадание мяча он, наверное, в принципе не мог. Это вот мое личное мнение. Рука, понимаешь, она не фиксируется, когда она находится в естественном положении. Ну, конечно, мы же вот так вот правильно же никогда не ходим не играем. Да, а если все-таки рука мешает дальнейшему продвижению мяча, то здесь должен раздаться свисток, и он, в принципе, логично раздался. К сожалению, это был вот такой вот брак такой был, который привел к взятию в ворот. Дальше, если высказываться по поводу нашего форварда девятимиллионного, когда я вот скидывал вам информацию о том, что летом была возможность приобрести суперфорварда польского Пионтока, который сейчас в Милане, да, блестит, забивает из раза в раз. Честно говоря, мне непонятно, почему его не подписали. Смолов вышел, не усилил. Более того, он разломил тот момент, когда локомотив вроде как и мог дожимать. Им было обидно, что после вот 1-1 у локомотивов были реальные моменты, но, к сожалению, они не были реализованы. А мне вообще, честно говоря, не понравилась игра именно наших российских футболистов, будь то... Гильерме тот же самый. Ну, Гильерме нет. Ну, конечно, он чудилок. Это уже в традицию входит. Включал Нойера так. Да, чудеса товарища. Вот. И, соответственно, Миранчуки. Ну, плохо отыграли. Миранчуки вообще что-то в этом году как-то... Дзюба не смотрелся тоже у Зенита, я могу сказать. Аздоев тот же самый тоже нарушал правила игры. В общем говоря, русские игроки, да, они в этом плане не показали свой уровень, потому что вот только Влад Игнатьев забил, но тот с рикошета. Я подытожу. Сергей, да, давай подытожим. В принципе, я с тобой, Олег, согласен. Конечно, мы как болельщики, да, ожидали, что в дерби как Спартак, ЦСКА и Зенит-Локомотив будет все-таки... Более красочный. Более, знаешь, эмоциональный. Пускай Костя, может быть, прав, сказал, что Локомотив немножко уставший был. Но вот такой борьбы, такой вот искры ударов кость-кость я не увидел. Понимаешь, что как тот немножко... Для зрителей немножко матч действительно скучноват получился. Ребята, у вас есть что добавить к мнению экспертов? Я хочу сказать, что мы видели матч ЦСКА-Спартак. Они тоже играли в этом же туре? Они тоже в этом же туре играли. И хочу сказать, что два разных матча. Давай лучше перейдем к тому матче, где настоящая была борьба кость в кость. Анжи Динамо, правильно? Так точно, это самая борьба была. Нет, Анжи Динамо, естественно, мы, как всегда, оставляем на закуску, потому что этот матч... Не эстеты, не эстеты мы, не эстеты. Есть что обсудить. Итак, друзья мои, сейчас мы увидим на экране цифры. Это не просто цифры, это результат матча, к которому готовятся все, футболисты, тренеры, массажеры, даже водители, я уверен, готовятся к этому матчу, не говоря уже о болельщиках, которые пришли на стадион или которые замерли у экрана в своих телевизорах. Итак, волшебство. Внимание на экран. Почему не успел? Спартак, ЦСКА, 0-2. Что я сейчас должен услышать, Жень? Что должен услышать? Ура! Волшебство-то где? Ну, я не знаю, аплодисменты или что? Ну что, аплодисменты, давай разберем игру, а уже потом будем аплодировать. Аплодировать будем тогда, когда мы станем чемпионами. Станем. Или одни из пределов. Хорошо, давайте по игре. Возвращаясь к матчу «Локомотив-Зенит», Зенит пропустил вот из первой, даже чуть ли мне память не изменяет, чуть ли не из десятки, больше всех. Но, тем не менее, находится на первом месте. Причем, изобил-то он не больше всех, а все равно находится на первом месте. Если посмотреть статистику «Спартака» и «ЦСКА», она примерно одинаковая. Единственное, что «ЦСКА» меньше всех пропустил. Это как-то сказалось перед матчем со «Спартаком»? Нет, здесь как раз, как мне кажется, будь команда на первом месте «ЦСКА» или «Спартак», или «ЦСКА» на последнем месте, или «Спартак» на последнем месте. Не важно. Будет все равно борьба, от ножа эти. Все дерби, хотя вот в последнее время я боялся, что будет скучное дерби, как, мне кажется, в последние три года. Это было просто великолепно. Перформанс от обоих болельщиков был просто сумасшедший. И здесь вот дань должно надо отдать спартавским болельщикам, которые здорово сделали все на трибуне. И картинка смотрел просто великолепно. С Федуком? А? С Федуком? Да. Типа того. Вот. Ну и болельщики «ЦСКА» тоже не отошли. И тоже большой флаг. Да, гостевой стадион был. Было просто все великолепно. Просто действительно праздник был для людей, которые пришли туда и наблюдали за этим матчем. Я думаю, команды... Ну, конечно, одна команда разочаровалась. Это понятное дело. Но здесь кто-то должен был разочароваться. Благо, что мы победили. А ничейный результат несправедлив, как ты считаешь? Нет. Я думаю, я не меч. Нет. Мельгареха, кто еще у них, могли забивать «Завуиш». Реально имели стопроцентные моменты, наверное. А, ну «ЦСКА» имел тоже стопроцентные моменты. Они их и забили. Нет. Ну, единственное, не забил, когда «Завуиш» пробил. Пробил. И там еще были моменты. Там еще были моменты. В стиле Игоря Кензеева. Плюс не дали пенальти в конце. Чалова точно сбивали. Там абсолютно 100%. И будь счет 0-0, я думаю, судья бы свистнул и поставил пенальти. Просто здесь уже был бы счет 3-0. И тут совсем... Я вот ухожу. Сейчас, секунду. Секунду, вот я, прежде чем задать Илье, прежде чем задать Илье вопрос... Это дай, как папа и сын, да? Я так, дай. Я жду. Если вы помните, в прошлой программе, по крайней мере, я достаточно резко и критически высказывался о вратаре сборной, о вратаре ЦСКА, теперь уже бывший вратарь сборной России Игоря Кензеева. И мы в своем чате обсуждали эту тему, на что мне, мои коллеги, выразили о том, что ну вот посмотри, Акинфеев уже Бог, сколько потащил, сколько чего сделал, на что я, как мне кажется, нашел вполне адекватный, вполне правильный ответ. Конечно, Игорь Акинфеев смотрит программу «Все грани мяча» и делает выводы. Итак, Илья, Игорь Акинфеев доказал, что он первый вратарь и что он действительно делает выводы. Или это, ну, так случилось. А можно еще вот некоторые примеры, почему такие два разных матча по характеру, они должны были быть такими, как «Спартак» ЦСКА и матч «Локомотив» Зенит. Мы же смотрели календарь на прошлой передаче, видели, что «Локомотив», «Зенит» и «Спартака» календарь значительно легче, чем у ЦСКА. Причем у «Локомотива», «Зенита» он еще проще. Ну, подожди, у «Локомотива» игра с «Зенитом», «Ахматом», «ЦСКА». Нет, самый простой у «Спартака» график, мы говорили. У «Локомотива» чуть попроще. «Спартак» уже сыграл. С «СКА» нужно набирать победы, и надо было начинать со «Спартака». Поэтому «ЦСКА» играл на победу, в отличие от «Локомотива и «Зенита», которые по разным причинам могли согласиться на ничью. Теперь по Игорю Акинфееву. Жуш, извинения от Олега, что он извинился. Мне кажется, «Спартак» не забил не потому, что выручил Игорю Акинфееву, а потому, что «Спартак» стал заложником собственного пижонства, что ли. Они просто сами не забили. Первый мяч, как «Зелуиш» не попал с метра по воротам, просто промахнулся по мячу. «Мельгареха» просто смотрел на вратаря и ничего просто решил не делать. Просто какая-то глупость. Какой-то вратарский пробел здесь не увижу, здесь какой-то просто абсолютный развал нападающих. На самом деле, первый удар, который в створ шел, был действительно приличный удар. Не помню, кто наносил. Игорь Акинфеев, ты согласился, что все решилось в какой-то маленький отрезок. Сколько там минут? Ну, там пять минут. Между «Зелуишем» и «Зелуишем» Я хотел бы от тебя услышать, с чем ты сравнишь вот эту пятиминутку. А прежде чем это услышим, давайте пообщаемся с нашим телезрителем. Запомни вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Да, Юрий Сергеевич. Мне, конечно, ЦСХ и «Спартак» понравились больше, чем «Зенит» и «Локомотив». И я считаю, что армейцы сыграли более ответственно, чем «Шухой». От начала до конца. И вот здесь залог. Вы обратили внимание, что и Акинфеев был другим, чем «Шухой». И сколько было подсказок, и сколько было… Не, ну. Другой был Акинфеев. «Спартак» не просто так не забил. Потому что Акинфеев сыграл хорошо. Да, согласен. Вот. А то, что плохо сыграл «Спартак» в этом эпизоде, ну, это дело «Спартака» в конечном итоге. Согласен. Поэтому я считаю, что армейцы сыграли и заслуженно победили 2-0. А вы… Спасибо. Спасибо. Хотел, Юрий Сергеевич, заврать вопрос. Вчера, кстати, Гончаренко хорошую интервью дал. Нет, видел. Он все так разложил. Мне так понравилось, что он все по полочкам. Как они готовились. Что он… Именно какой план у него был. Понимаешь? Вот мне… Я думаю, что и по Акинфееву тоже был какой-то у него разговор, либо там разбор полетов предыдущего матча и с обороной как-то поработал он. То есть, действительно, мне очень понравилось, как он все грамотно разложил. Передачи, да? Да, да, да. Правда, поздно показали. Вопрос Ильев сейчас ответит. Да, да, да. Я просто… А то я ему задал. Ну, я же тебе задал. Вы уже задали свой вопрос. Сравните туда вот эту пятиминутку армейскую, которая действительно решила исход матча. Я вот думаю, с боксом ты приводил. Там не пятиминутка, а десяти минутка. Там 46-я и 55-я. В состоянии Гроги действительно был Спартак, что он потерялся и все, понимаешь? Потом уже Спартак было не узнать. И Спартак уже первый тайм, допустим, я посмотрел. Я хочу сказать, перед забитым вторым мячом нашим, даже сейчас все обсуждают, когда даже сам Кононов говорил выбрасывать мяч вперед, а он взял и стал его отбрасывать назад. Это говорит о том, что чисто психологически, наверное, все-таки было. Да, уже поплыли они конкретно. А я слышал информацию, Сереж, о том, что первый тайм 0-0 же закончился, да? Да, да, да. А о том, что вот тренерская победа была в перерыве матча. Илья Сахметов, ваш игрок, говорил, что, откровенно говоря, там Гончаренко вроде как пихал, рвал и металл. Ну, делал какие-то занятия на полях. Занятия на полях, что наверняка все зрители, я просто этот матч работал в ресторане и видел со стороны, краем глазом, когда вел мероприятие. И, ну, как мне показалось, что армейцы вышли вот прям в 45-й минуте супер заряженными. Они же и забили вот как раз таки в самом начале. Прямо они взяли этого вот коня за хвост, можно сказать, но тут получается... Поросенок. Поросенки взяли. Победа армейцев была предопределена первым таймом. Потому что спартаковцы, вот можно долго искать какую-то метафору к этой игре, но этот непродолжительный поиск заканчивается на фразе «не забиваешь ты, забивай тебе». Да, да, да. Моменты, конечно, были. То есть спартаковцы достаточно легко создавали моменты. И по большому счету забей они эти как минимум два мяча могли бы даже... Но в основном в первом тайме. Только в первом тайме. Да, конечно, конечно. Только в первом тайме. Но представьте себе, счет 2-0, они уходят на тот же перерыв. Вот. И чем бы закончилась эта игра? Вот ответственность. Мне кажется, армейцы раскрылись бы и, ну, не похоже. Вот ответственность. Понимаешь, он получил спартак и все. Понимаешь, он опустил руки и говорит, ну, ладно, все, добивайся. Они не опустили руки. Нет, нет, спартаковцы. Я не говорю так, но по сравнению с первым таймом там уже игра совершенно другая была. Спартаковцам привиделось то, что они смогут завидным постоянством и такие же моменты создавать и дальше. Такого не бывает. Ну да, да. Не вообще в российском чемпионате. А армейцы в втором тайме вышли играть тот же футбол, как и играли. Это нет, только более агрессивный. Забили гол такой тоже... Ну, не обязательный. Ну да, такой гол, который дистрибализировал, конечно, в седьмой минуте мяч. Главное было лишить Спартака мяча. Да, он подсказывал. Он так и подсказывал, держать мяч, держать мяч. Тем не менее, все равно Спартак больше владел мячом. Вот вот сейчас Костис сказал, что в перерыве видно... Какие-то были коррективы сделаны. У него скоррективы, что действительно ЦСКА по-другому немножко играл. Вы правда верите в какие-то действенные слова? Нет, нет, нет. Ты же сам только что сказал, что в втором тайме игра другая была. Нет, но он скорректировал немножко по-другому. Он был на причине того, что Спартак вышел, не забив 2-100% мяча. И еще согласитесь со мной, армейские друзья, что Гончаренко в этот раз не стал мудрить заменами со всякими. Конечно. Помнишь, портил этим. Он только стал менять в 90 минуте. Сейчас он начнет опять что-то там менять и перестраивать. Он не успел менять уже. Ну да, да, хорошо, что забить во втором. Вы знаете, если так глубоко копнуть, я смотрел недавно интервью бывшего вашего футболиста Александра Головина, когда тренером еще Лео Слуцкий был, великий Лео, который рэп недавно зачитал после матча с Витасом. Так вот, вообще в принципе школа такая в ЦСКА идет. И такой, наверное, идет материал, обработанный с футболистами, и план действия на игру, что каждый общается друг с другом. Вот без какой доли сомнения. Что Лео Слуцкий в свое время Головину ветеранам команды подсказывал, общайтесь с молодыми, делайте так, чтобы они в костике были. Наверное, Гончаренко тоже самое делает, чтобы с молодыми игроками ЦСКА тоже все ветеранчики общались, чтобы видели себя в своем кругу. И для меня, честно говоря, для человека в футболе поигравшего даже немного, трудно воспринять то, что вот сразу же с первого сезона молодые игроки ЦСКА решают очень серьезные задачи. И в ответственных матчах показывают себя в самой что ни на есть лучшей стороне. Не перегорают. Не, ну даже Гончаренко в прошлом матче сказал, да. Не можем ли мы говорить о какой-то все-таки, о какой-то степени случайности этого результата? Можем. Конечно, можем. Что не было ЦСКА сильнее Спартака на 2-0. Не было. Армейцы в конечном счете были сильнее Спартака, но если бы спартаковцы забили свои 100% моменты, то результат с большой вероятностью был бы другим. Да, был бы 3-1, но победа ЦСКА закончилась бы. Игра была другая немножко. Спартак забил бы действительно. Нет, ты помнишь, когда Гончаренко сказал, говорит, не ругайте защитников, которые пропускали такие атаки, потому что, говорит, у них были другие задачи поставлены. Со Спартаком, Гончаренко, когда Гончаренко задержался, если бы он чуть вышел из офсайта, не получилось бы этого выхода. То есть он сказал, что не судите защитников, потому что они играют по тем основам, которые я отдал. Я только могу дать им оценку, а не вы можете дать им оценку, потому что вы не знаете, что я не доказал. Олег, а ты знаешь, может быть на следующем дерби я сяду слева от тебя, справа с Женей, тогда у тебя будет как бы ангелочек и бесенок, и будут разные какие-то мнения выдавать. Ну, Евгений, да, он может выдавать мнение только одного характера, ЦСКА-чемпион. За что мы Евгений и любят. Конечно, однозначно. Это правда. И такой еще вопрос, чтобы подвести итог, именно обсуждение этого матча. Спартак все выбыл из чемпионской гонки, Сереж, на тот взгляд? Да нет, я думаю, вряд ли. Спартак такая команда непредсказуемая, да, там, и тем более вы сами говорили, что у него более легкий график будет, да. Поэтому я думаю, очки-то будут терять еще команды. Хорошо, мы будем обсуждать 23-й тур, где Спартак будет играть с Ростовом. Вот обсудим мы эту историю. Хорошую идею подкинул Уткин. Сказали, что он сказал, что, говорит, ЦСКА вроде бы имеет самый сложный календарь, но между тем он играет со всеми конкурентами. Выигрывай. И в том числе и Зенитов. Ну да, в руках ЦСКА просто. Да, то есть они сами кузнецы своего счастья. Отнимать, естественно, у своих конкурентов, отнимать очки и не надеяться на другие команды. А вот внизу турнир или таблица, ты сам знаешь. Да, одна команда, которая не конкурент ЦСКА. Да, она вот обязательно вот прям вот устроит. Может быть, может быть, может быть. Мне кажется, не в этом сезоне. Я просто вам гарантирую, что самый хороший матч Динамо проведет с ЦСКА. Самый лучший матч сезонья. Будут сыграть от ножа, будут стелиться в подкатах, будут полностью разрывать. Ну вот просто смотрите, ЦСКА с Динамо, это будет просто бомба. Но не будем забывать, что за два тура до этого Динамо будет играть с Зенитом. Ну это... Там и посмотрим. Вот такой календарь тяжелый. У Динамо, да, и Зенит, и ЦСКА. У вас еще будут матчи там с Енисеем. Да это же ерунда, но с ЦСКА вы будете играть. От Москвы до Енисея. Да. Моя Россия. Константин, значит, Сергей сказал, что Спартак, скорее всего, все-таки не потерял шансы на чемпионство. По-твоему? Я считаю, что... 9 очков разницы. Что потерял, потому что вот та четверка, которая сейчас есть, Зенит, Краснодар, ЦСКА и Локомотив, они и будут в этой четверке. Спартак не займет место выше этой четверки. Интересный прогноз. Учитывая, что сейчас расстояние, как говорится, между командами, ну, просто там 2-3 очко мизерное. И вполне возможно, вполне возможно, места будут определяться и по дополнительным показателям. И мне почему-то кажется, что в этом чемпионате действительно будет применено это правило дополнительных показателей. И что характерно, по крайней мере для болельщиков ЦСКА, что над Спартаком у ЦСКА уже есть преимущество. И им еще играть с Зенитом, Краснодаром и Локомотивом. И скажите еще одно, что в этом сезоне не считаются по количеству побед, как раньше было. Теперь считается по личным встречам. Только личные встречи. Диоритет личных встреч. Потом уже победы и всякие другие показатели. Совершенно верно. Поэтому... Приятный бонус для ЦСКА. Как-то с этими сыгралось? Ты как-то ругал? С Зенитом он победил. ЦСКА победил. Да. Краснодар 2-1, Локомотив 1-0. Олег, ну ты же сам говорил в начале этой передачи о том, что твой будущий чемпион уже с берегов Невы предрешен. Получается, автоматически ты тоже констатируешь, что Спартак выше головы не прыгнет. Я думаю, что да. Знаете, Спартаку все-таки применима гениальная фраза Станислава Ежелеца, который сказал, что если ты теряешь надежду, то дай объявление, оставь надежду всяк сюда входящий. Вот Спартак всех ждет, и все равно надеждами он полон. За что мы Спартак и любим. Ну что ж, я поздравляю всех болельщиков ЦСКА. Действительно, дерби был замечательным. Был боевым. И ЦСКА победил. И, естественно, поздравляю болельщиков ЦСКА. Но Спартакам, как говорится, не переживать. Все впереди, и команда еще поборется. Ну, по крайней мере, за Лигу чемпионов точно. Идем дальше. Следующий матч. Сложно. Мне всегда сложно какую-то делать подводку к обсуждению этой команды. Потому что, с одной стороны, она наша, родная. С другой стороны, как-то не ладится последняя пятилетка у этой команды дела. Да, десятилетка, наверное. Анжи, Динамо. Переходим к этому матчу. И счет в этой встрече 1-1. Сереж, ну уж говорили, Анжи на предпоследнем месте. Им 8 месяцев не платят зарплату. Они, бедные, уже не знают. Они готовы сесть на свои собственные автомобили и ездить на матчи. На выездные матчи, да. То есть, нет невозможности летать чартерами уж тем более. Каснодар-то им помогал. И вот на тебе, Динамо, и даже Анжи не смогли справиться. Не могли. Мы же с тобой говорили. Я говорил, что у Динамо проблема в реализации. Потому что этот матч показал, что, во-первых, рекорды мы с тобой затронули. Я тебе обещал рассказать. Рекорды какие? Рекорды тура были, рекорды пока и сезона. Динамо 33 удара по воротам нанесли. Они 9 створ, правда, попали. Один в ворота попали. Как Костя написал в нашем чате, один удар по воротам и... Обидно, да. Один гол. А я помню, как и удар был. Удар классный. Великолепный. Мне еще, во-первых, спинарки тоже не назначили. Вы говорили об этих... Какой мяч Луценко не забил на 89? Да, да. Я просто что ли... Там было моментов много, да. А сколько? 8-7 метров до ворот. Не, ну как стал воротарь, опять же. А это я в прошлой передаче говорил. То какие там Дюбин или Дубни, как они стоят. У него только 6-8 сейвов за один матч было. У Панченко, которого вот вы меня спрашивали в прошлое... Опять выпустил он, потому что Марков был дисквалифицирован, выпускает Хохлов Панченко. Панченко наносит 13 ударов по воротам за матч. Если возьмем статистику, там, пустим, ЦСКА... Некоторые команды полностью столько не сбивают. Локомотив-Зенит, там, Зенит-15, Локомотив-12, также ЦСКА с Спартаком где-то они около 15 нанесли. Представляешь, один Панченко только 13 нанес. Не того мы Локомотив подписали. Но не попал. Но ни разу не попал. Хотя у Панченко моментов тоже не меньше, чем у Луценко. То есть, понимаешь, у Динамо действительно, сегодня мне понравилось интервью Иловчева. И еще кто-то написал из бывших футболистов, что нет у Динамо в атаке, понимаешь, таких вот игроков забивных. Чтобы действительно решали судьбу матча. Потому что, ну вот они моменты. Иловчев правильно написал. Посмотрите весь чемпионат, 22 матча Динамо. Динамо не провалило ни один матч практически. Вот из-за этого того, что не забивают, не реализуют свой момент, они проигрывают. Хорошо, ты говоришь, в Динамо нет такого футболиста, нападающего, который смог бы решать момент. А ты знаешь, что в этом году мы можем претендовать на звание самого малозабивающего бомбардира. У нас прошло уже 22 тура, а лучший бомбардир забил всего лишь 11 мячей. Такого, во-первых, никогда не было. И я уже в остальных чемпионатах... Олег, хочешь еще более шокирующую статистику? Так. А можете предположить, кто в чемпионате России на третьем месте по общему количеству ударов по воротам? Мамаев. Да? Нормально, и который уже давно не играет. Который уже давно не играет. Сегодня Василий Уткин правильно написал по этому поводу, что извините меня, звездные игроки и звездные нападающие уехали. Сейчас нету. Вот я и хотел к этому подвести. Парень, который не проходит в основной состав. Нету всех Халков, Жой и так далее. И лидирует кто у нас? Чалов. Чалов. Молодец парень, очень нравится. Но который не проходит даже в основу сборной, понимаешь? То есть его не видит тренер сборной. Остальные того, там 8, 7 мячей. Ближайшие его конкуренты. Да, да, да. И то не все с российским паспортом. Там есть очень много игроков, которые... Да, согласен. Ну, радует то, что молодежь наверху в гонке бомбардиров. И Миранчук, и Чалов в том числе. Конечно, конечно. Кстати говоря, это один из немногих чемпионатов, кстати говоря, да? Если помните, у нас там побеждали всегда в гонке бомбардиров. Там Велитон два раза, по-моему, побеждал. Еще на нападающих, там Вагнер тот же побеждал. Думбия, Муса. Думбия, Муса. Думбия, Муса. Даже, по-моему, тоже было. А это два человека, один? В некоторых командах один. Да, помнишь, есть... В некоторых командах два. В ракахе, конечно, да? Сейчас у нас... Последний раз я уже даже не вспомню, кто у нас был лучшим бомбардиром чемпионата. Киржаков, вередельников, наверное. Или Ласьков с Кириченко. Кириченко, наверное, да. Последний раз в 2005 году стал лучшим бомбардиром. Ну что ж, Сергей, сейчас мы перейдем к турнирной таблице. Я знаю, что она тебя не удивит, потому что ты знаешь, на каком месте находится команда. Ну и, конечно, всем... Тоже по личным встречам мы уступаем. Да, динаморским бомбардирщикам. Естественно, не унывать. Все будет хорошо. Итак, турнирная таблица. Она полностью, полностью таит в себе тайны и загадки. Зенит по-прежнему на первом месте, но тот отрыв, который был весной, если память мне не изменяет, 9 очков было, то сейчас уже мы видим 4 очка до Краснодара, 5 очков ЦСКА, 6 очков Локомотив, ну и чуть больше 9 очков Спартак. Что я тебе про Рубин говорил? Совершенно верно. Рубин будет... Ну, в первой восьмерке, наверное, он все-таки... Ну, не знаю, не уверен я, что он удержится. Все-таки останется, да? Не уверен, не уверен. И давайте посмотрим вторую. Покажи вторую, да. Там более интересная такая. Она более-более интересная, потому что там есть Динамо. Смотри, Ахмат догнал по очкам Рубин уже, по личным встречам уступает только. Динамо по личным встречам уступает крылышку. Ты посмотри, какая интересная... А Динамо на каком месте, прошу прощения? Динамо пока находится на тринадцатом. К сожалению, у Динамо график не самый удачный, в том плане, что им еще играть действительно и с Зенитом. Ну и Енисей, скорее всего, да, как мы уже из передачи в передачу говорим о том, что Енисей, скорее всего, покидает нас. А вот остальные команды, ну, скорее всего, еще поборются. Как бы хотелось, чтобы команда Енисей предподнесла сюрприз вот Зениту. Они же будут играть между собой, если, да? Ну, кто смотрел матч с Уралом, в принципе, Енисей-то неплохо играл. Чтобы был вот такой вот чемпионат у нас, как в Англии. Енисей в последнем туре играет с Зенитом. С Зенитом, да. Да, чтобы вот в последнем туре, я представляю, сколько Зениту пообещают, если там будет какой-то расклад. Бюджет ФНЛ оплатят. Или выход в премьер-лигу на следующий год. Можно, Олег, вопрос? Сереж, а не боишься все-таки попадания в стыковые матчи? Не, ну, даже в стыковые. Понимаешь, там уже обсуждали, единалосы обсуждают. Там ФНЛ, понимаешь, такая ситуация. Сейчас финансовое положение клубов-то очень такое. Там максимум два клуба, которые выйдут. Ты сейчас Соломку стерешь? Соломку не стерешь раз, во-вторых, сейчас 15-го числа будет сайт директоров, уже конкретно ВТБ возьмет под себя весь клуб. Уже сегодня руководитель банка дал интервью своим этим динамским болельщикам. Сказал, что будет Соловьев, скорее всего, его помощник будет руководить клубом и уже будет перетрубаться в клубе в самом. И самому владельцу клуба уже неинтересно будет видеть его ФНЛ, естественно, будут какие-то, я думаю, подвижки происходить. Ну, вот смотрите, то, что, например, Оренбург, им еще играть и со Спартаком, и с ЦСКА, если посмотреть, по крайней мере, следующие матчи. Тоже, например, Уфа, да, Уфа, Уфа вообще играет с локомотивом, да, и все, вот Уфы играть только с локомотивом. У меня есть у тебя крылья там? Крылья Советов, а как же есть, конечно, у меня. Крылья Советов играть с Зенитом, Крылья Советов играть, играть с ЦСКА и Крылья Советов играть со Спартаком. О, графика. Вот, не самые, а учитывая, что как они стартовали, помните, как я говорил, Крылья, Самедов перешел, Жану перешел, там Божевич работает, и на тебе, три последние игры проиграли. Перехвалил. Да. Хотите прогноз сделать? Давайте. Если после 29-го тура Зенит будет на первом месте, то он будет чемпионом. Хороший прогноз. Хороший прогноз. Ну, а пока не наступил 29-й тур, давайте посмотрим, а что нас ждет в туре 23-й. Тоже это будет достаточно интересный тур. Крылья Советов Рубин, Крылья Советов играет дома. Рубину вообще уже ничего не надо. Ему все равно, он будет на седьмом месте или на девятом месте. И Крылья вот в этой игре будут решать, потому что, как я уже сказал выше, им еще играть и с Локомотивом, и с ЦСКА, и со Спартаком. Енисей Уфа. Если Енисей сейчас не берет очки Уфы, а Уфа берет, то Уфа смело и уверенно стартует, как говорится, к 13-му месту. Дальше идем. Арсенал Урал. Арсенал уже заявил о том, что собирается уже чуть ли не в Лево Европы идти. ЦСКА Оренбург. Я очень надеюсь, что ЦСКА не будет допускать ошибок, как в матче с Уфой. Все в руках ЦСКА. Да, Ахмат Локомотив. И интереснейший матч, учитывая, что Ахмат победил предыдущем матче, им тоже ничего не надо. Но они играют дома, не будем забывать. Динамо-Краснодар вне всяких сомнений. Центральный матч тура для Динамо. Это игра, где надо набирать очки. А Краснодар на втором месте. Если он уже с Динамо будет терять очки, то что уж тогда говорить о его чемпионстве. Итак, Зенит-Анжи. Зенит, как мне кажется, не оставит и следа от Анжи. Ну и Ростов-Спартак. Ростов-Спартак. Я почему этот матч немножко приберег. Да. Да, мы говорили, что у Ростова своя есть подоплека к этому матчу. И Карпин, и многие-многие другие. А вот мне кажется, Спартак победит в этой встрече. Мне просто кажется, это я тебе гарантирую, что Спартак победит в этом матче. А может, Карпин без амбиции? Нет, вот я тебе просто говорю, что Спартак победит Ростов. Мы вспоминаем о первом матче. Ничья будет в Ростов. Это 100%. Вот увидите. А вот смотрите, если Спартак проиграет, ну или потеряет очки, вот тогда точно можно говорить, что скорее всего Спартак уже не претендует ни на что. Ну, по крайней мере, чемпионов. Про Зенит-Анжи, Олег, я тебе хотел сказать. Ты в первом круге-то не проиграл Анжи. Ну, я понимаю, но Анжи сейчас совсем плохо. Анжи, они играли-то когда? Ну, плохо-неплохо, но ничего-то сумел сыграть в Динамо. Увидим все в супер-туре. Ну что ж, действительно, будем обсуждать и 23-й тур. Ну и напоследок у нас неделя Лига Чемпионовская, Лига Европы. Уже сегодня стартует Лига Чемпионов, 1-4 финала. Ну и давайте посмотрим, какие же все-таки команды подарят нам. Истинное наслаждение от футбола. Ливерпуль, Порту играют сегодня. 3-2. Отлично. Тоттенхэм, Манчестер-Сити. 2-1 Тоттенхэм. Неплохо. Аякс, Ювентус. 0-3. Аякс. Ну так. И Манчестер Юнайтед, Барселона. 4-1. 7-7. Вот тут 0-3. Быстрее. Так 0-3? Да нет, 2-2 здесь будет. Друзья мои, время нашей программы подошло к концу. В следующий вторник мы встречаемся в 2020 и говорим о чемпионате России, о Лиге Чемпионов, о Лиге Европы и обо всем о том, что случилось за футбольную неделю. Ну а пока болеем за своих. Пока. Счастливо. До доброго. Счастливо.